Здравствуйте! В 2020 году тарифы на коммунальные услуги вырастут на 4%. Цены повысятся 1 июля. В дальнейшем индексация тарифа будет происходить раз в год, сообщили известием Федеральной антимонопольной службе. В 2019 году стоимость услуг ЖКХ выросла дважды с 1 января и с 1 июля из-за повышения НДС на 2%. В 2020 году, согласно распоряжению правительства, будет однократный рост цен на коммунальные услуги. Ранее сообщалось, что для каждого субъекта определяется свой индекс. По Пермскому краю установлен средний индекс в 3%. Самая высокая планка установлена для Чеченской республики 6,5%. Самый низкий индекс у Ненецкого автономного округа 2,5%. В Прикамье количество эскроу-счетов, которые были открыты по договорам долевого строительства, составило 1098. Наш регион на втором месте в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщалось пресс-служба Центробанка. Если говорить про общее количество счетов эскроу в Приволжском федеральном округе, то оно составило 8450. Это второе место по данному показателю по стране после Центрального федерального округа. Напомню, эскроу-счета подразумевает оплату жилья в рамках долевого строительства не напрямую за стройщику, а в банк. Тем самым дольщики получают гарантии безопасности при покупке квартиры. Новый закон вступил в силу в июле 2019 года. Форбс назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года. Участники рейтинга прибавили к своим состояниям в сумме 27 миллиардов долларов. Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть. Гендиректор Норникель обладает состоянием в 23,8 миллиарда долларов. На втором месте самых разбогатевших россиян основатель новотека Леонид Михельсон. Прирос за год 5,9 миллиарда долларов. На третьем месте президент Лукоила Вагит Олегперов. Прирос за год 5,3 миллиарда долларов. На четвертом месте Геннадий Тимченко. На пятом Алексей Мардашов, председатель совета директоров Северстали. Бизнес-центр Любимов, который расположен неподалеку от Сума, купила Пермская налоговая служба, сообщает коммерсант Прикамье. Площадь здания составляет один с половиной тысяч квадратных метров. Руководство компании Реал, которая выступала в сделке в качестве продавца, говорит, что в Любимове разместятся две инспекции. Опрошенные эксперты оценивают стоимость продажи объекта в 380-360 миллионов рублей и указывают на то, что сейчас такие большие объекты могут купить только крупные федеральные структуры. Напомню, летом бизнес-центр был закрыт на ремонт. Договоры аренды с компаниями, находившимися в здании, расторгли. Также это здание в СМИ неоднократно упоминалось в связи с дорогой по улице Пермской, которая перекрывалась для водителей из-за ремонта в офисах Любимова. Российские власти обсуждают возможность отмены налога на доходы физических лиц для малоимущих. Также есть идея ввести вычет из НДФЛ в размере прожиточного минимума, сообщает известие со ссылкой сразу на три своих источника. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на данную тему никаких совещаний не было. Тем не менее, во властных кругах якобы обсуждают отмену НДФЛ для россиян с доходом в 10 тысяч рублей и меньше. Также рассматривается введение вычета из НДФЛ в размере полтора прожиточного минимума для всех граждан. Ставка НДФЛ, однако, может вырасти с 13 до 16 процентов. Изыскательские работы по строительству аквапарка в Перми оценили почти в миллион рублей. Как пишут коммерсанты, этим займется компания «Уралстрой изыскания». Как следует из протокола, размещенного на сайте госзакупок, компания стала единственным участником аукциона. Напомню, многофункциональный комплекс с скрытым аквапарком, фитнес-центром и гостиницей планируется построить на площадке на улице Калинина, 84А. Курс доллара, установленный Центробанком, на 27 декабря составляет 61,76 рубля, курс евро 68,50 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!